Всем привет! В эфире Неверньюс, а в студии Анна Глазунова о самых важных событиях расскажу прямо сейчас. Казанский федеральный университет Сотрудники федеральный университет посетила делегация фармацевтической области Индии. Интерес у гостей вызвал медицинский кластер КФУ. Сотрудники университета ознакомили специалистов из Индии с медицинскими исследованиями в различных областях. Делегация фармацевтической области Индии посетила Казанский федеральный университет при содействии Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан. Далее гостей ожидали встречи с представителями министерства и фармацевтических компаний для обсуждения вопросов производства и торговли лекарственными препаратами. Артем Тупичкин, Леонард Авлитяров, Универньюс. По инициативе Совета студенческих общественных организаций в КФУ стартовал Всероссийский форум объединений патриотической направленности. Сегодня состоялась торжественная церемония и его открытие. О подробностях проведения форума вы узнаете в нашем сюжете. С 18 по 21 ноября в стенах Казанского федерального университета проходит Всероссийский форум молодежных общественных организаций и объединений патриотической направленности. Форум собрал 280 участников из более чем 30 регионов России, более 60 образовательных организаций и более 20 организаций в области молодежной политики и патриотического воспитания. В рамках работы форума проводятся дискуссионные и презентационные площадки, а главное происходит обмен опытом. Надеемся, рассчитываем обменяться опытом с другими регионами, так как здесь собралось, как и слышала, более 30 регионов страны. Узнаем что-то новое. Торжественная церемония открытия форума состоялась в императорском зале КФУ. Работа будет проводиться по нескольким направлениям. На сегодняшний день формирование патриотического сознания является неотъемлемой составляющей развития всего государства. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. В высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялся отборочный этап Всероссийской студенческой лиги дебатов. По итогам отборочного тура четыре команды поборются за звание лучшей команды дебатеров в декабре этого года в Москве. В КФУ проходит отборочный этап Всероссийской студенческой лиги дебатов. Татарстан стал одним из семи субъектов Российской Федерации, где проходят отборочные этапы. Сегодня у нас пройдет три раунда, на которых на каждом раунде будет дана тема. Это либо экономическая, либо политическая тема. Они должны уже отстаивать свои позиции. Это либо правительство, либо оппозиция. То есть у каждой команды есть свои задачи. Участниками мероприятий стали лидеры студенческого самоуправления, молодые предприниматели, ученые и журналисты, творческая и спортивная молодежь Татарстана, Башкортостана, Чуваши и Мариэл. Всего принимают участие 16 команд. Каждый дебатер умеет учиться мыслить критически, несмотря на его какие-то жизненные убеждения касательно той или иной темы. Он должен отстаивать ту позицию, которая ему попадает. Дебаты проходят по заявленным темам в рамках трех направлений. Глобальные тренды, международные отношения, внутренняя политика России, вызовы и решения, российская экономика, глаза и молодежи, взгляд в будущее. Четыре команды финалистов отправятся на финальный этап в Москву, где определится, победит ли Всероссийская студенческая лига дебатов. Диана Шилова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. В Казанском федеральном университете прошел фестиваль «Мозаика народов мира». Он объединил студентов разных национальностей. Чем запомнилось это событие, смотрите в сюжете. Фойе, институты управления экономики и финансов Казанского федерального университета всех, кто пришел на фестиваль иностранных обучающихся, встречали веселыми песнями. Это музыкальная группа еще только в начале своего творческого пути. Ребята называют себя бандой команды. Это студенты разных курсов и национальностей. Они исполняют песни из разных стран мира. Мы живем в одном мире и даже не важно, какой твой язык, нация и все дела, мы все равно одной крови. И песня нас всегда объединяет. На сегодняшний день в Казанском федеральном университете обучаются более 5000 иностранных студентов из 84 стран мира. Фестиваль «Мозаика народов мира» собрал студентов из разных стран. Здесь представлены национальные костюмы, атрибутика, а также различные иностранные песни и танцы. В этом году фестиваль объединил более 3000 студентов университета и дал возможность познакомиться с традициями, обычаями, культурой студентов разных национальностей. Это турецкий музыкальный инструмент «Тростник». Внешне немного напоминает домру, но имеет при этом целых 7 струн. В рамках фестиваля прошел конкурс кухни народов мира, спортивные мероприятия и интеллектуальные игры. А в актовом зале состоялся яркий галоконцерт. Наш танцевальный коллектив называется «Шаттык». Мы представляем казахскую диаспору в Доме дружбы народов. Здесь у каждого была возможность познакомиться с культурой и традициями другого народа, а также рассказать другим об особенностях своей страны. Анна Глазунова, Ленардо Влитяров, Универньюз. Какие изменения ждут современные дошкольные образования? И стоит ли применять цифровые технологии, обсудили на Всероссийском форуме дошкольного образования в Елавушском институте КАФУ. Подробности в сюжете Лисанна Юповой. Впервые в Елавушском институте состоялся Всероссийский форум работников дошкольного образования «Современные тенденции развития». Форум организован при поддержке Министерства образования и науки и Института развития образования Республики Татарстан. В рамках форума особое внимание было уделено актуальным вопросам дошкольного образования, а также необходимости обращения к цифровым технологиям в образовательном процессе. Я думаю, что это очень хорошая перспектива будет на будущее для развития и стратегии развития дошкольного образования. Стоялось награждение по номинациям «Интерактивная леготехника», «Педагог-новатор», а самые активные участники получили благодарственные письма. Лясяна Юпова, Сирена Иванова, Эйдар Нурмеев, Универ-Ньюс. Красивая, талантливая, эрудированная, целеустремленная, в общем, самое-самое. Именно такая девушка достойна титула «Краса студенчества России». 65 студенток претендуют на место победительницы пятого национального конкурса таланта. Представить себя на импровизированной сцене так, чтобы запомниться и понравиться жюри. Главное – чувствовать себя уверенно. В Казани стартовал пятый национальный конкурс таланта «Краса студенчества России». Это конкурс таланта, и об этом мы заявляем в первую очередь. Это и отличает наш конкурс от других конкурсов красоты и прочих. За главный титул в очном этапе борются 65 студенток из 40 регионов России. В их числе оказалась и студентка Казанского федерального университета Полина Горюнова. Участие я решила принять, потому что сподвигли на это друзья, знакомые, которые знают о том, что я уже участвовала в таких конкурсах, но участвовала скорее в конкурсах красоты, нежели красоты, таланта и интеллекта. Полина – уже обладательница титулов МИСКФУ 2017 и первый вице-миста Торстана 2018. Каждая конкурсантка решительно настроена на победу и готова удивлять жюри своими главными талантами. На самом деле я думаю, что я наиболее уверена в творческом этапе, так как я буду представлять номер вокальный. Я решила брать простотой и, собственно, голосом. Скорее я буду брать своими эмоциями, своим отыгрышем. Я надеюсь, что я их поражу, но если не поражу, то я буду знать, что сделала все, что могла. Участницы уже написали эссе и выступили перед жюри самопрезентации. Их также ожидают такие конкурсные испытания, как фриденс, тематические дебаты и творческое выступление. Мы решили узнать у участниц, какой должна быть краса студенчества России. Что-то она должна делать так, что другие на нее смотрят и говорят, да, я хочу быть таким же. И она должна быть примером. Она должна быть максимально искренней, должна быть самой собой, должна показывать то, что она чувствует. Участницы конкурса должны обладать не только привлекательной внешностью, но и быть творческими, эрудированными и талантливыми. Подведение итогов состоится 22 ноября в Международном информационном центре, где объявят имя победительницы красы студенчества России 2018. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универ Ньюз. На этом у меня все. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»